Здравствуйте, ребята! Сегодня мы посвятим наше занятие с вами окружность и подобие. И как это понятие можно использовать для решения задач второй части, а именно задачи 24-26. Начнем с самой простой задачи. Опять же, многие из вас, когда пытаются нарисовать задачи номер 24, им кажется это очень трудными задачами, которыми даже не стоит приступать к их нему решению. Итак, я на доске обозначил задачу номер 24, в которой известен отрезок АП и известна связь между АБ и БЦ. Здесь я отметил сразу следующее. Напоминаю вам такую теорему из восьмого класса. Если четырехугольник БКПС вписан в окружность, то сумма противолежащих углов равна 180 градусов. Если это так, то угол С плюс угол БКП будет равен 180 градусов. А так как угол АКП и угол БКП в сумме составляет 180 градусов, то отмеченные красные углы между собой будут равны. Что это означает? Это означает то, что если мы рассмотрим два треугольника, а именно треугольник КАП и треугольник САБ, то эти два треугольника будут подобными по двум углам. На рисунке это красные углы и угол А общий. Какой практический совет про решение двух треугольников, про два подобных треугольника? Пусть этот метод является длинным, но зато действенным. Сделаем заготовку. То есть напишу три дроби. В числителе напишу стороны треугольника. КААПКП. Здесь важное является то, что треугольник КАП и треугольник САБ я записал соответственно так, чтобы сходственные углы совпадали. Иначе этот метод не работает. КАА, дальше как я пишу СААП, то есть что будет второе? АБ, дальше КП, это СБ. Вот я сделал такую заготовку. Теперь следует использовать то условие, которое нам задано. Ну, вот опытный учитель или ученик, который выходит в доске, что он делает? Он берет нужную заранее уравнение и пишет. А некоторые остальные просто не понимают, откуда он это берет, почему он именно так. И не понимает тогда, увидев подобие, не решает задачу. Вот я написал. Других вариантов просто быть не может. Теперь вместо АП подставляю, ну, перепишу. КА, СА вместо АП ставим 26. Вместо АБ, вместо АБ я ставлю 1,18СБ. И это равно КП на СБ. Итак, у меня на доске записано три уравнения. Раз, два, три. Одно из этих уравнений, только одно из этих уравнений мне нужно. А именно, вот это. А, вот это отношение зачеркиваю. Ну, теперь у меня появляется уравнение, которое содержит только одну переменную. Выпишем 26 на 1,8СБ равно КП на СБ. Так как в левой и правой частях дробей в знаменателях находится СБ, я могу на нее сократить. И нахожу, что КП будет равняться 26 делить на 1,8. Напомню вам, шестой класс, а то некоторые начинают там в столбик делить или пытаются использовать калькулятор. Домножу числитель и знаменатель на 10. А для чего я домножал на 10? Ну, чтобы десятичная дробь стала обычным числом. Получилось 18. Сокращаем на 2, здесь 13, здесь 9. Итого получаем 139. Записываем. Мне как раз нужно было найти КП. Записываем ответ, получаем результат задачи. Теперь я покажу 26 задачу. 26 задача следующая. Ну, тоже вы увидите, что это достаточно трудная задача, специфическая. Если не знаешь фактов про эту задачу, то ее не решишь. Значит, я ее перерисую в том виде, в удобном для вашего восприятия. Потом я ее сформулирую, как она была на экзамене. И вы убедитесь, что в моей формулировке это будет все намного проще. Итак, задана окружность. Проведена некоторая хорда А, Б. И проведена касательная. К этой окружности пусть касается в точке М. Из точек А провели, из точек А и точек Б провели два перпендикуляра. А, Б, С, Д. И нужно найти отрезок, обозначим на рисунке его красным цветом, расстояние от точки М до, ну, скажем, точки К. Когда-то в свое время, в 80-е годы, эта задача была модной на экзаменах. Ну, а теперь посмотрите, как она задана по-настоящему. В том виде, в котором я его нарисовал, будет удобнее доказывать. А было сказано так. Трапеция. Дана трапеция, у которой боковая сторона перпендикулярна основанию. Ну, представьте себе, что эту картинку так перевернули. И окружность, которая проходит через точки А и Б, касается боковой стороны С, Д, в точке М, найти расстояние точки М до А, Б, если известны основания трапеции. Если известны основания трапеции. Но какие-то числа, неважно. В нашей задаче номер 26-й это число 5, то есть я запишу, Б, С равно 5, А, А, Д равно 6. Теперь докажем такую теорему. Вот это окружность и подобие, как они работают. Обозначу отрезок, красный отрезок, за Х, а эти два желтых, ну, например, за Y и Z. Докажу такую теорему. Без этой теоремы вы задачу не решите, не догадаетесь, как действует. Докажем, что Х квадрат будет равняться Y на Z. Такая величина, если я из левой и правой части извлекаю корень квадратный, называется средним геометрическим. То есть красный отрезок – это среднее геометрическое основание. Ну, как нетрудно, что если это так, то что я подставлю и получу ответ. Обычно они выбирают такие задачи, ну, например, так, чтобы можно было точно извлекать корень. Типа 4, 9, 4, 9, 36 и красный отрезок был бы 6. Итак, на чем построено это решение? Соединяю точку М с точками А и Б. И рассматриваем два треугольника. Например, вот этот угол, угол КПМ, будет равен вот этому углу. Почему? Потому что это DC – это касательное, а вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается. Аналогично этой же половиной дуги и измеряется угол между касательной и хорбой. Тогда мы получаем, что два прямоугольных треугольника будут подобны. Два прямоугольных треугольника, то есть треугольник МДА будет подобен треугольнику… Так, М – это, значит, синий. М, К, Б, К, М. Итого мы получаем, записываю, здесь я уже не буду полностью расписывать, а запишу сразу, что Y так относится к АМ. И заодно показываю маленькую хитрость. В данном случае в прямоугольном треугольнике Y, К, М – это, по сути дела, синус синего угла. И мы получаем, что это будет х делить на МБ. Обозначим это за формулу 1. Но действуя по аналогии, мы можем заметить, что вот желтенький угол будет равен вот такому углу. То есть треугольник АКМ будет подобен треугольнику МЦБ. И применяя точно так же, если смотрим на красный отрезочек, то красный гипотенозе – это будет синус желтого угла. То есть у меня будет х так относится к АМ, как х так относится к АМ, как з относится к БМ. По свойству пропорции мы запишем. МБ к АМ равно х на у. И из этой пропорции мы запишем аналогично МБ к АМ будет равно з на х. Так как у меня левые части равны, я могу записать, что х на у равно з на х. Или по свойству пропорции х квадрат равно у на з. Итак, теорема доказана. Осталось для того, чтобы получить числовой ответ в нашей задаче. Вместо х, у и з подставить, вернее, вместо у и з подставить числа, и мы найдем х. В нашей задаче у нас отрезок МК будет, МК в квадрате будет равен 5 умножить на 6. Или МК равно корень из 30. Это будет ответ. Для того, чтобы расширить ваши знания и чтобы экзамен 9 класса не прошел даром, а вы, по сути дела, решая задачи по геометрии, вы тем самым готовитесь сразу к экзамену ЕГЭ, то есть профильного уровня, потому что геометрию больше мы, планиметрию в 10 классе не изучаем. Вот это все то, что та база, которая у вас заложена в 9 классе, остается на будущее. Итак, для вашего общего развития, для самостоятельной работы, я вам предлагаю доказать две такие теоремы. То есть вот у меня есть рисунок. Сейчас вы поймете, что это на самом деле одно и то же. Нарисуем окружность. Обращаю ваше внимание, окружность, я рисую окружность, которая вписана в угол. То есть я не угол вначале нарисовал, я нарисовал окружность, а потом угол. Вот у меня есть касание в точках А и Б. Соединил, получил хорду. Если на больший из дуг взять, выбрать точку М, и из этой точки провести красный отрезок, ну, совершенно аналогично, как в предыдущей задаче, пусть это будет точка К. и с точки М провести перпендикуляры на стороны угла, пусть это будет х, у, з, то действуя по аналогии, вы докажете точно так же, что х в квадрате будет равно у умножить на з. Доказательства совершенно аналогичны. Мало того, если я теперь вместо, значит, точка М находилась на больший из дуг, если я выберу точку М на меньший из дуг и сделаю то же самое, то есть проведу перпендикуляры вот таким образом, обозначив х, у и з, будет выполняться та же теорема. Но так как у вас решение основной задачи есть, то вы можете, применив указанный метод для нижней точки и верхней точки, доказать аналогичные теоремы. Ну, на этом все. Всего доброго, успехов. Как всегда, решение задач вы можете найти на сайте решу.ог. 24-я, 26-я задача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова